Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, канал Лёша Играет, и это третья серия командного матча 2 на 2. Приятного вам просмотра! Спер в Мумбаи... В Мумбаи строится Секстинская капелла. Гениально. Блять. Чем они... Картиллерийские, ёбан... Ох... Ох... Четыре юнита выбирала. Пять. Ну, это рабочая зона. Пять. 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 Видимо, для научного договора, может? Не, он не работает. Нельзя между свидетелями договор. Попробовать. Не работает тебе, ладно. О, я повис. Видимо, они слишком быстро щелкают. Даже компьютер. И виснет. Ну что, к полету идем? Я думаю, может, кавалерию откроем? Ну давай. Блин, ну просто, ну что мы сделаем? Блин, чё за херня? То работает, то не работает. Слушай, я не могу стрельнуть своим. В смысле, ты стрельнул? Да он тем, который у нас на соли стоял. Моя лька. Моя лька. Вот, как? Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Плохо. Ты видишь, где его? Угу. Но он не успеет захватить. Да, но я надеюсь на твой клик, потому что я его не убил. Блин, ну ты меня пугаешь, а? Я? Да только что чуть не захватил тебя. Нет, так он там убил, он не мог захватить. Да там уланы прибежали его, как это не мог? Он уланами убил моего юнита. Ну ладно. Вот так. Я убил его кавалериста, а он уланом убил моего юнита. Ну вон там еще одни уланы, я вижу, бегут. Так, а чуть у меня как-то ни одного генерала до сих пор нету. А вот через 26 х-поинтов. У меня тут адский голод в Афинах. Минус 4. Минус 4. Это не адский. При населении 17. Нападай уланом на его живой пушку, я на твое место поставлю мушкетера. Что делать ими? Ну у тебя улан почти убитый. Ты им попробуй убить пушку, а я на это место... Ну, я не знаю, убьет ли. Вряд ли убьет. Очень маловероятно. Показывает, что скорее не убьет. Ну мне главное, чтобы ты убрал свою юниту, чтобы этого мог мушкетера поставить. Иначе индус поставит туда... Ну вот он уже поставил. Все понятно. Зашибись. Мы сделали это опять. О, я еще и снес батарею. О, еще один генерал идет. К сожалению, в этом месте у меня традиционно закончилось место под видео. И картинка тут опять же, к сожалению, пропадает. Могу сказать, что мы до сейва еще сыграли около часа. И примерно 18 ходов. Слава богу, вот вы только что видели основные действия по атаке на Афины. И мы смогли отбиться. Дальше мы отбрасывали войска соперника. То есть еще было несколько попыток. Но не таких серьезных, как те, что вы только что видели. И еще, слава богу, записывались все-таки наши разговоры в скайпе. Но я сейчас не буду вас заставлять целый час слушать разговоров без картинки. Я в этих разговорах вырезал паузы. И получилось, что они сжались в 15 минут. Я считаю, что вы должны их услышать. Они очень полно представляют картину происходящего. И занимают не так много времени, чтобы надоесть. Так что сейчас 15 минут будет стоп-кадр. На фоне которого будут идти наши переговоры, сжатые в 15 минут вместо часа. До момента сейва. Потом игра была продолжена... Я не помню, то ли на следующий день, то ли через день. Мы украли кавалерию. Да, у меня, правда, из войска вообще... У меня, блин, один мушкетер и все. Сейчас, правда, следующим ходом еще два построятся. Что там у тебя с деньгами? У меня все отлично. Может, дашь мне купить арсенал? Сколько он стоит? Восемьсот пятьдесят. У меня двести восемьдесят девять есть. То есть, шестьсот. Жалко. Как ты мне дурак. Смотри, мне нужны лошади. Сколько у тебя лошадей? Все твои лошади? Два. Давай, все, что есть. Странно, не дает. У меня в стратегических ресурсах только железо показывают, а лошади не показывают. Да, блин, потому что я тебе их передавал. Ну, это плохо. Стоит кавалерию. Ладно. Парфоровая пагода. Пагодники. Отлично. Это хорошо было. Да, видишь, какой мне приток денег. Вот персия, конечно, в традицию хорошо играть. Ну, шо ж пробуешь. Или уже тридцать пять. Быстро, быстро, быстро. Я разрушу. ***. Ладно ты. Сори, я просто не видел, что там происходит. Как можно быстрее жал. Ну, разрушай. Да, рано. Пускай стрельнет по мне сначала. О, у меня генерал. Так. Как бы так поставить, чтобы как можно больше отъесть. Думай. Походу сюда. И скажи, разрушать ли мне крепость? Нет. Нет. Отлично. Видишь, как я. Кстати, ты можешь... Сейчас передвинешь вот ту нижнюю чинить. Понял. Ну, по дорогам можно было прямо на нее поставить. А почему он туда у тебя ушел? Не знаю. Значит, я хреновый передвигатель. Так, биология. В смысле биология? Ну, биологию для нефти. А как мы с самолетом... А, ну да, да. Убивай, убивай его. Ты вовремя его убил. Вообще... То, что мы отбились, это, конечно, круто. Ну, не стыдно теперь выкладывать видео, да? У меня уже место закончилось. Я уже ничего вот на данный момент не снимаю. Ладно. Ну, ладно. Нам бы еще Аргас захватить. Так, ну, самолеты, я говорю, сразу открою университетом. Более того, у меня скоро будут ученые. Ну, хотя, не, не скоро. Еще ходов 15. Ну, блин, и мы еще впереди их по науке. Что-то как-то вообще странно. Надо бороться за конца. Вдруг еще выиграем. Ну, может, сейф попросим? Блин, три часа ночи. Ну, напиши. Какая-то кавалерия до сих пор высаживает. Я только что сумел грамотно убить две пушки. Правда, потерять тоже кавалерию... Ты не хочешь построить Кремль? Конкретно я построить Кремль? Угу. Конкретно ты. Какая разница? Чтобы у меня было больше... Ты школы покупаешь? Нет, потому что все деньги тебе даю. А, точно. Ну, теперь купил. Построю? Да, я представляю. Им там, знаешь, и хочется взять, и колется, да? То есть, они взять не могут. Убирай своих... Убирай, убирай, уклавь его. Слушай, а вот ты сейчас в пасаргадах что-то построил, да? Угу. Ну, попробуем финтушами вот его мне передать, а потом я тебе обратно. Вдруг у меня вот эта территория, где крепости мне отойдет. Тебя... Эээ... Ааа, вот так. Ну, я не знаю, может, обратно вернется. Ну, хоть попробуем. Просто у тебя уже что-то построилось. А им она хоть не перейдет? Ну, ладно, давай. В общем, у нас уже один раз был такой. Мы уже один раз лжанули. Давай, давай. Так, территория стала моей. Обратно давай, Егора. Хер. Ну, ладно. Попробовали. *** Что? Ну *** *** Понятно. Мало того, что спали все культурные здания, так у меня еще и ученый, который должен был родиться через три хода. Четыре. Все обнулилось, вся наука. Зашибись. А научные здания? Научные остались, но *** Понятно. Ну, они Спарту пытаются по ходу взять. Блин, нахер мы это сделали? Эти эксперименты... Ну *** Да... *** Херовое что-то? Ну, очень хреново. Ну, что мне теперь... У меня, мало того, некуда на какие клетки засовывать. Там так что... Ну, некуда. Там все было в науке, все так росло, и теперь снова на науку ставить. А, *** Еще и культура теперь до следующего института стала больше, потому что я, типа, присоединил Новый Город. Слышишь? Каким это он? Так у тебя шум был и так? Ну, я не знаю. Вот так вот, типа, больше науки. Ну, типа, так пишет. Блин, не успел. Ну, он не настойчивый. *** Если б не эти дебильные наши... Да, то мы бы в ужасающем ходу победили. Так это же не первая ошибка. Ну, это да. Они везде школы строят. Ну, грустно. А ты можешь аркебазиров убрать? Я ударю бауланом. И заодно улучшишь их. Давай. Блин, еще и не ударю. Прекрасно. Ну, в общем, ты их можешь улучшить хотя бы. Как он так быстрее, я не понимаю. *** А в твоей крепости я получаю бонус? Да. Блин, к сожалению, я не могу это никак посмотреть. Но так, по-моему, визуально получаешь, потому что это тебе как камень. Блин, ну вот открыли бы самолеты раньше, а так? Для этого у тебя воровство технологии. Вот, блин, не успел проатаковать по Гантингаму. А кто это тут крепость тебе разрушил на конях? Я ж когда матерился, даже вот это вон, фасткликом. Просто я вообще офигел. Он зашел, забрал крепость, то есть я видел. Еще и разрушил и убежал. Круто. Самое удивительное, что они не апгрейдят Голиасы во фрегаты. Ладно, нужно стоять по позициям, где мы сейчас. Иначе мы там все при... Там будут Голиасы обстреливать, нафиг надо. О, мы, кстати, динамит украдем у них скоро. Отпустим. У нас правда пушек нету. Фу. Сукатай и Сеттлер строятся. Да, они его хотят впендюрить. Наверное, вот напротив Си Чаналая. Там, где... Да, да. Отводи мушкетов. Подожди, я кавалерии этого потом уведу. Вот так. Увел. Добивай, может? Да, он будет Сеттлера высаживать рядом с Афинами. Раз, два, три, четыре. На апельсины. На апельсины или ниже. На апельсины наверх. Смотри, у тебя уже Афины восстановились. Ну? Как все хорошо. Да вообще. Может, давай еще какие-то города попередаем друг другу. Давай ты мне все свои города, я тебе все свои, а потом обратно. Слышь, ты поставил. Лувр? О, у нас тут офига нефти. Ну, лично у меня. О, накнулся себе. Как раз они до нее не доберутся. Семь. Я стою на нефти, у меня уже семь нефти. Золотой век, 24 хода у меня еще. Офигеть. Так, ну что, полет? Через семь ходов полет будет. А, что значит в этот же ход? А, ты Лувр, наверное, построил в этот же ход. А, сейчас театр построю. Или даже не театр, нахер надо. Военную академию. Слушай, ну можешь рабочего мне обработать мрамор, который мне разрушили варвары? Он возле Сузы, в самом низу, справа. А что, у тебя нет рабочих? Нет. Ну, постараешь? Вообще ни одного отряда нет. Да, и кстати, рабов надо построить. Надо же нефть. Вон нефть обрабатываю возле Кноса. Ну, это само собой. Я туда веду вон. Вот уже привел. У меня только два рабочих. Ну и сейчас постараешь. Да, вообще два рабочих, два этих райфлмена и одна кавалерия. Все. Смотри, они Кремль нигде не строят. Фабрика в Мумбаи, Медельница. А зачем ты Мумбаи смотришь? Потому что там быстрее крадется технология. А в Дели? Ну, в Дели фабрика. А, ты из Сачаналая? Да, убрал бы, потому что там 90 с чем-то ходов настроиться там. Ну, и вряд ли бы он там строил Кремль. Там Сачаналая. Так, три хода до арт-батареи и... Построил бы где-нибудь, наверное, пушечки-то? Да, лучше военную академию построить сначала. Короче, пушки буду строить в других городах. А в Персполисе пойду только на самолеты. Вот так их сделаю. Школу еще построить можно? Да хрен на школу уже. Мы уже все, уже самолеты, я считаю, открыли. Нужно на покупку самолетов держать. Ну, чего, Аргас не будем штурмовать? Почему? Можно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Короче, меня надо постелент оставить. Что-что? А, сейчас. Посела надо. На нефть. И чтобы он долетал до Аргаса. Хорошо. Построим. Как Кремль закончу? Я построю. Тебе и нас. Они в модерн эру вошли. Ну, это плохо. Мы в нее войдем через два хода. Ну, как бы, плюс в том, что они как бы не достают пока нас. Ученый появился. Что с ним делать? Ну, теперь можно палить уже. Сколько у тебя науки? Триста тридцать три. Ну, вот. Когда больше двухсот, выгоднее палить. В пластмассы идем? Или зенит? Так самолет мы будем открывать? Ну, самолеты я сейчас открою. Подожди, самолеты я открываю университетом. Угу. Так что, куда? На пластмассу или на зенитке? Так уже сейчас переключать? Ах, да не сейчас. Через два хода. Куда мне пускать? Тогда на пластмассу. То есть зенитки нам не нужны? Я бы попытался увезти эту. Рифелеву? Нет. Рифелеву... А статую? Да. Да. Ну, на самом деле нам не одно и второе надо. Опять высаживаются. Ну, сейчас, видимо, с поселенцем он прется. Ты стал... Ну, вот какого хера? Что такое? Да ты этими стрелками возле Персеполиса. Я не могу теперь поселенца на нефть поставить. Ладно. А как вообще влияет? Ну, не знаю. Не могу. Придется по верху убегать. Ну, понимаешь, я же не смогу приземлиться у тебя в Афинах. Угу. Поэтому мне надо город поставить там. А ты, конечно, очень красивый. А вон еще снизу идут. Да, я вижу. И они могут город поставить на нефть раньше. Короче... Как они могут на нефть? На нашей вот этой нефти? Ах, да. Всем нефть. Не поставят. Рабочим лучше мрамор, пожалуйста. Не, ну и на первом месте по солдатам. Так что они нас даже если будут штурмовать, то долго. Я могу украсть авиацию у них. Ну, украти. А могу электричество. Ладно, короче. Через 7 ходов я что-нибудь украду. Ну, авиация завершена. Тогда этим... Электричество или динамит брать? Быстрее. Ну, давай динамит. Кстати, у них стена уже должна пропасть. Ну, да. Так она давно уже пропала, если ты не заметил. Нас. Тогда ты после электричества университетом возьмешь... Статую свободы учим, да? Ну, да. Ну, все, погнали, бомбардировщики строим. Слушай, мне надо убрать вот ниже Афин стрелка. Он его сейчас убьет. На его место быстро поставишь своего? Сейчас? Да, давай. Готов? Я на нефть поставлю. Давай. Он на нефть не прошел. Ладно. Сюда тоже, в принципе, на холм неплохо. Да ё-моё! Какие варвары? Ну, я защищу. А, мне нечем. Так вон у тебя этот кавалерия. Хе-хе. Нам нечего... Слышишь, нам нечего украсть у Сиамы и Индии. Да. Ужас. Так, короче. В общем, я шпиона Варгас отправляю. Нет, стоп. Херню сделал. Зачем отправляю? Пускай сидят там. Нет, у меня новые уже. А, я тогда... Слушай, ты бы в Дели отправил. Да он... Все равно у них нету ничего. Да в Афины. Потому что они у нас сейчас будут красть. Контрразведку ставь. Это я тебе точно говорю. Ставь контрразведку. У меня уже четыре самолета. Ну, круто. Теперь бомбить... Ладно, Аргас мы можем. Понимаешь, в чем хорошо был Аргас? Мы бы видели войска вокруг него, и ты мог бы самолетами войска его убивать. О, Кремль. Отлично. Ты меня уже напугал. Я думал, что у врага. О, девяносто шесть. А как со счастьем? Плюс три. А у меня минус один. Слышишь, самолетами бомби его войска. Конечно. Я... Это естественно. Я прокачал специально атаку на войска вместо города. Ух, ух, ух. Блин, и биржу надо бы построить, и сапать. Так, если у тебя там нефти недостаточно, сообщаем... Да у меня нефти десять. Слушай, я биржу быстренько поставлю. Ну, она нужна. В Афинах... Слышишь, школы не строить в Афинах? Строить их бомбардировщики? Или школы? Нет. Сколько у тебя придется в науке? Что? Науке сколько? Семьдесят три. Давай, строй школу. Пускай будет. Окей. Что они делают? Что? Они Аргас передали Индусу. Что? Они решили повторить даже. А, вон он самолет перебрасывает. Вот зачем они передали Индусу. А, я понял. Ну, у него только один самолет там. Ага. Обстреливай твои, убирай из побережья. Еще второго. А, ты вылечил. Упс, фрегатик умер. Упс, батарея умерла. А, как так? Ты издеваешься над людьми. А они копили эти все войска столько лет. Слушай, они десять ходов просили, ты не помнишь когда? Эммм, неа. Ну, честно говоря, у меня такая армия, что мне можно... А вот ты сейчас будешь Аргас обстреливать, если мы его не видим. Слепую? Слушай, у тебя там шпиона нету, да? Нету? Так я же поэтому и хотел. Видишь, что они пишут? Все, самолеты открыли сразу. Ребята, давайте. Я пересаживаю шпиона в Аргас. Ага. Но он три хода будет устанавливаться, к сожалению. Она была сразу сажена. Да ничего, тут есть чем заняться. Да и потом, если что, подведу войско туда. Ну, я сейчас убью, например, его. Ты сейчас не убьешь, он останется. Нет, я убил. А, блин, мы же ход сохраняем, черт. Да. Но не забудь на следующий раз. Ага, стараюсь. Ну, я тебе скажу, что я сейчас принимаю автократию. У меня самолеты будут стоить примерно по 200 копеек. У меня 160 в ход. О, ладно. Ну что, я сохраняю, да? Да, все? Да. Ну, все не так уж плохо. Хотя, конечно, все очень плохо. Вообще все хреново, я тебе скажу. Но мы каким-то хером, вот честно, еще держимся. Я не понимаю, как они не взяли Афины. Ну, вот. Ну, вот. Это вот, понимаешь, люди только на свой фастклик надеются. Да, удивительно. Ну, правда, у меня нация вообще убитая. У меня единственное плюс – это большие Афины, все остальные города, я не знаю. Ну, и по демографии ты видишь, что я в полной… Но, с другой стороны, я тут, получается, выступаю таким же буфером, как Сиам для Индии. Я здесь буфером для тебя, где ты там сзади развиваешься. Ну, у тебя там развитие тоже не фонтан. Ну, я ж не в традицию пошел, поэтому у нас… Да, конечно. Ну, не знаю, тут еще вопрос, хорошо или плохо, что ты не пошел в традицию. Не пошел, точнее. Слушай, ну, если мы возьмем Мумбаи, а это реально, это город его второй, да, с населением 25. А с самолетами, блин, если у меня будет 15 самолетов… Ну, хорошо, 10 самолетов. Может, пару истребителей? Так я строю, естественно. У меня два истребителя строятся. Для перехвата им прокачка особо не нужна, они просто… Ладно. В общем, пойдем спать. Может, еще что-то придумается. На Мумбаи надо брать, в общем. В общем, у них три прибрежные города, можно. Поставить город на побережье. В этот же ход покупается броненосец. То есть, суть в том, что я доиграл до того периода, когда я могу уже покупать юниты. То есть, я вот в это и шел. Я шел в то, чтобы на конечных этапах игры покупать юниты просто за… Без цены. Да. То есть, у меня… Ну, реально. Вот у меня сейчас самолет стоит 430. У меня еще на него будет скидка. Короче, он будет… Ну, не 200, может, 250. Броненосец будет стоить 150. Ну, офигенно. Ну, я думаю, что морские юниты не надо. Не, броненосец один нужен будет для захвата, конечно. Ну, для захвата, да. Да, мы, конечно, тут что-то такое вообще вытворяем. Ну, а что делать? Я, правда, не знаю, как мне это видео будет делать. Потому что, ну, как бы, если проиграем, то мне очень влом будет делать. А если выиграем, мне будет влом немножко меньше. Но, блин, как бы много всего показывать надо. Говорим мы с тобой не очень много. Такое… Материмся разве что. Ну, если мы их все-таки обыграем… Ну, блин, с ними нельзя играть. Это… Показать нужно однозначно, как мы два раза удачно города друг другу передавали. Ну, это нужно показать и рассказать. Ну, все, ладно. В общем, спокойной ночи и до завтра. Давай, до завтра. Не буду я переправлять флот в Аргас. Сразу тебе говорю. Потому что, ну, если не захватят город, у меня все самолеты убрут. Не-не-не. Надо… Это мне надо сейчас в Афинах строить поселенцы и ставить город и как бы и рядом с Варгасом, и рядом с Афинами, но не на побережье. И вот там, вот оттуда ты контролить сможешь все. Единственное, сейчас я уже не помню по карте, смогу ли я поставить такой город, если место. Так я же говорю, сжигается Аргас и ставится просто на клетку вглубь континента… Да, но это… Его еще захватить надо. Я думал поставить уже город еще до захвата. Ну, короче, у меня есть, конечно, запасной вариант, как убить его флот, но это… Ну, морской флот. Это уже если не прокатит первый. Дело в том, что у меня город, который я последний поставил для бомбежек Аргаса, стоит на нефти на побережье, которое отрезано от них льдами. То есть мы учим криогенику, я покупаю подводные лодки, ну и передаю пламенный привет торпедами. Я уже не помню, они там что-нибудь нападали, кого-нибудь убивали. Так, а что со статуей по свободе строить? Понимаешь, она нам по сути не так нужна, потому что у нас немного специалистов, но она очень нужна Индии. Ну, не знаю, знаешь что, посмотрим по… Знаешь, я советую по шпионажу смотреть, то есть если они там будут ее строить, мы это увидим. Да, да, ты прав. При этом Индия как бы не будет строить больше ничего тогда. Ну, она отвлечется, раз он самолеты, я думаю, что он не будет от самолетов отвлекаться. Он тоже иногда от самолетов отвлекаться, понимаешь? Да, так что ладно, да. У нас нефти больше, нам надо брать преимущество в воздухе. Да, пока забьем на статую. Короче, будем посмотреть, я не знаю, сколько там ходов она строится, что там да и как. Ну что, ты строишь поселенца Егорку, да? Я поселенца, а ты что? Говорю, ты поселенца Егора строишь. Так уже был Егор, ты хочешь постоянно, чтобы одни Егоры были? Ну почему бы и нет. Давай уже поселенца Архипа хотя бы. Ну давай Архипа. Молее-менее греческое имя. Давай Архипа. И там поселенец Филистокл, поселенец Европеид. Everybody come on. Угу. Так, погнали. О, не отключилась. Гоу-гоу-гоу. Ага. У кого убило? У стрелка, но я убил Улана и Кавриристов. У стрелка, но я убил Улана и Кавриристов. Так, ну вот у меня на данный момент 7 нефти уже есть. И 14 будет на следующий ход. Отлично. У меня 8, я понял, с нефтью проблем нет. Так. Нефти 14. встать. Да, ну к сожалению, слева от Афин город только на попережье ставится. Так, разведчика, да? Значит, как Аргас? Аргас. Угу. А, подожди. Стоп. Я уже... Ты не передвинул? Блять, передвинул. Ну, у меня оказывается разведчик в Аргасе. Ну ладно, пускай два будет, окей. Черт, убрал. Еще у меня в Мумбаи сидит и в Телли. Войск, конечно... Блин, варвары убили стрелка, суки. О, у меня великий ученый родился. Сейчас он к тебе. Так, убей этого стрелка варварского. Это он мешает. Блин, убирай свои войска с моей дороги. В сторону по Саргада от Афин. Блять. Ага. У меня там один лечится, пускай лечится. Вот я именно из-за него не могу пройти. Ладно. Вот так дебильно почему-то целодействует. И из-за пушки не могу пройти. Спасибо. Может, да, взрывать, да? Да, конечно. Взрываем в пехоту. Самое интересное, что Индус держит за чем-то у великого ученого уже очень давно. Видимо, на атомные бомбы. На атомные, да. Бомбардировщики строят. Второй шпион... Бомбардировщики, слушай, везде бомбардировщики. Ну, естественно. Ну, они... Но их у него больше... Он их еще не построил вообще. Голяса уже нет. Я не знаю, построил он их или нет. Я знаю только тот факт, что... Я не могу. Короче. Что? Тихо. Да, там есть бомбардировщики уже и немало. Так. Ну, я передвинул кавалерию вот на этот лес, где тебя убили. Ты будешь обстреливать там юниты. Готов? Нет. Сейчас. Жди секунду. Так. Переводят бомбардировщики в этот, в Аргас. Давай. Подводи. Так. Внимание. Поехали. Подожди, подожди. Сейчас. Готов? О. Одного тут... Сейчас стрелка подведу. Готов? Нет, сейчас топ. Давай. Давай по Голиасу сначала. Давай дальше. Дальше. Сейчас я его... У меня закончились ходы, оказывается. Интересно, каким... А, тут дорога... Слышишь, почини дорогу, где стоит, блин, пушка. Бляха-буха. Не могу, там твой стрелок. Нет, пушка. Где пушка стоит? Где мой стрелок дорога есть? А, все, все, починил. Так. Сейчас веду стрелка туда на лес. Готов? Нет, стоп. Погнали. Внимание. Да. Так, следующий, пять бомбардировщиков. Это он только перекинул. И все бомбардировщики. Слушай, сейчас три планы будут. Точнее, не сейчас, а прямо сейчас надо их строить. Не успеваю. Точнее, не успеваю. Что-то повисли. Что? Там у меня полководец возле Афин. Они его могут сейчас убить. Ё-моё. Ну кого хер? Сейчас загрузится, и у меня оба моих стрелка уже убиты будут. Зашибись. А почему? Ну потому что они... Мало у них жизней. Ну так... А почему? Ну ты же должен походить. Ты можешь уйти ими. Да, ты уверен, что при загрузке я успею куда-то что-то походить? Я не знаю. Я не понимаю, почему так происходит. Я помню, что как-то город, ну, город мы отдали из-за этой загрузки. Я могу, конечно, загрузить сейф предыдущий. Потому что такие приколы мне, конечно, не нравятся. Ну вот, один готов. Да, б***ь. Ну что, ну? Во, уже видно, слышишь? Виден город. Мочи. А он твою... Да вижу, вижу, вижу. Так, отдать тебе мою конницу. Чтоб тебе было проще город захватывать. Сейчас. Не надо. Да, хотя отдавай. Да, отдавай. Слышишь, надо конницей плыть и захватывать потом Аргас снизу с моря. Он не увидит ее. Так-то он ее видит. Плыви вот этой и я своей поплыву. Плыви вот тот, который Тарсус. Кидай ее на море, где нефть. Все, Аргас нам виден. Так, Сеттлер следующим ходом будет готов. Ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. Сори, я просто... У меня тут очень много войн. Окей, окей. Так, пластик открываем. Хорошо. 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 Статуя Свободы 7 ходов. Строить нет быстрее? Нет, нет. Бомбардировщики. Нам надо взять Аргас. Надо взя-а-а-ать. Надо брать Аргас. Аргас. Ну, возьмем. Пошел нахер. Так, они тоже радио открыли. Видишь, у них больше нечего красть, поэтому... Пошел нахер. 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 да ничего красит нет просто я объясняю по какой они идут они тоже они видишь они не рвают зенитку они нигде нет и пошли так ведь это дешево так денег тебе дать до все деньги которые есть и настроение если есть деньги вообще все скидывая мне там остаться опять заходы все у меня золотой век ничего не долго так что надо брать аргас сжигает город у меня есть поселение отлично а твоя теперь его скину все я следующем городу ходу беру город сиренец у тебя хорошо давай бери но не пол сейчас пусть они в спарте высадились похрен минус 5 бомбардировщиков что он не успел увезти нет он решил обстрелять меня так тебе надо и к ботану как-то спасать спарта и микены пофигу ух ты и хочу аргас мой сразу стал что тебе передать или мы его сжигаем сейчас секундочку я не могу его сжечь прикинь он не автоматом вернулся хреново ну ладно пофиг мы можем ниже поставить слышишь да можем ниже поставить так давай возвращаться правда ты из того который ниже не будешь доставать до мумбаи а из аргаса вполне достаешь так короче в аргасе надо покупать тогда эти броневики и они стоят они стоят 590 они в ловушке ну я понял так а посела никуда ты мне его куда вообще скинул он рядом с афинами стоит не а куда ты мне его хочешь вообще давать ну мы же думали что наркоз а ну ладно теперь я уже не знаю точно так а 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 Пошли нахер с моей территорией. Я национальный колледж в Афинах построил. Ну, вау. Очень быстро. Ну, настроение минус 5. В Мумбаи... А, я тебе настроение не дал. В Мумбаи 6 бам-бам-бам-бам. А мне тебе ничего дать. 1, 2, 3, 4, 5. Для настроения. Блин. Слушай. Они обстреливают Аргас. Убирай оттуда своего этого. Быстрей, быстрей. Так, ну давай, захватывайте и сжигайте, пожалуйста, пожалуйста. Я очень надеюсь, что они сожгут. Ну, захватывай. Блин. Видимо, не готовы они были. О, копер. О, захватили. Молодцы. Сжигают, сжигают. Ну, пожалуйста, сжигают. Ну, пока нет. Марионетка пока. Ну, пообстреливай. Ты можешь пообстреливать, чтобы они, типа, быстрее решились? Ну, конечно. Так, стоп. Я надеюсь, что не сожгут его. Ну, что, сжигают? Нет? Не сжигают. О, сжигает. Отлично. Нет, отлично. Супер. Сжигайте. Жги. Ну, что, на коровах где-то ставить город, да? Раз, два, три. Раз, два. Ну, я бы ставил все-таки... На железе. Да, чтобы был выход к морю. Ну, блин, надо защищать сразу. Конечно. Давай, у тебя есть деньги купить этот? Стены? Нет. Айрон клад или как он там? Что еще раз? По-русски. Ну, броненосец. Броненосец, да. Есть, но надо еще выйти им с воды. Так, перекидывай в гордиум. Я не думаю, что они возьмут. Ну, хотя бы несколько штук. Подожди, рано. Надо смотреть. Во-первых... Ну, броненосец, покупай. Да, да. Я успею купить. Надо посмотреть, какие их действия будут. Можно еще ниже гордиума поставить город. Да, я построю поселенцы это в Пинделю. Перекинь своего, который сидел в Аргасе, перекинь в Сукатай. Я перекинул... Хорошо, Сукатай. Так. Павалерию били. Они каким-то видят... Каким-то образом видят армию в гордиуме. Шпиона не могли поставить. Наверное, Каравелла стоит вот где-то. Так. Покупай броненосец. Следующим ходом выдвинешь его вперед и уничтожишь Каравеллу, которая где-то в границах этого стоит. В Мумбаи. Я... О, Никола построил все-таки. О, откуда там... Слушай, я не знаю, где мой броненосец. А! Рядом с Кнососом кавалерия сиамская. Он сейчас пойдет к нефти. Каким Кносом? Где этот город? Верхний правый угол. Угу. Угу. Я понял. Сколько у тебя нефти свободно? 14. А, ну... То, что он им там что-то разрушит, не страшно. Значит. Три план. Один. Дам один три план. В общем-то... Слушай, у меня вообще не ту армию. У меня только два рабочих. Эйфелевая башня. Один ход. С ума сойти. Он чудеса строит? Я не понимаю вообще. Ну, как строит? Ну, это просто. Что-то еще. 39 населения. Как строит? А мы строим... Три планы и захватываем Мумбай. Так, сейчас будешь выдвигать этот броненосец и обстреливать все... Да, я вот боюсь, чтобы он сейчас не начал захватывать Гордий. Ну, пускай начинает. Ну, если начнет, то и... Ну, короче, у меня риск сейчас переправить все войско. Нет, не переправляй. Ну, два пускай... Ну, может, еще три. Хватит. Я сейчас строю поселенцы и ниже Гордиума еще поставлю город. Ты решил все переправить? Не все. Блядь. Ну, подожди. А, ну, у меня тут рабочий идет поправлять. Раз, язык юнита. Где мой... Блин. О, а что-то там вся карта открылась? Ну, не вся карта, а точнее, вот стало все видно. Да, броненосец. Ну, обстреливай вот его корабли, смотри, ты их видишь. Подожди, подожди, сейчас рано. У меня есть рабочий поправить академию. Что? Не смог убить? Смог, смог. Окей, я тебе академию поправил. Но он увидел Афины, и это... Есть очень хорошо. А, Персеполис увидел? Ну, да. Город, короче. Ой, у меня минус двадцать четыре золота. А скинь мне золотишко, пожалуйста. Один триплан. Короче, все. Поехали. А на сколько ходит броненосец? Ты убиваешь его в ход? Да. Правильно. Бежал. Бежал. И убежал. Молодец. А верхний достанешь? Да, достану. Жопой. Ну все, значит, у него флота нету, походу. Надо поставить артиллерийскую батарею напротив Сисачханалая на обстрел. Слышишь, можно просто войск подвинуть к Гордиуму, и если приедут корабли, заспамить вот эти две клетки войсками. Он не прорвется. Так, видишь, что он делает? Он обстреливает мой бомбардировщик. А у него же шесть бомбардировщиков в этом. И что? Хоть пятьдесят. Надо взять Мумбай. Бомбай мне понятно. Хер так, там пехота уже, блядь. Работай, работай, не отвлекай. Почему у нас нет пехотинцев еще? А, один ход. Броненосец тоже стоит. Я вижу. Да, в общем, Гордиум защищен. Видишь, они даже не помышляют его отпевать. Ну, там трехландов, они же пехотинцы. И у него восемь самолетов. Надо снизу будет высадиться кем-нибудь. У меня тринадцать. Ну, главное, теперь Гордиум не отдать. Да, если отдам, это будет печально. Ну, вот мы как бы все побережье видим. Сиса Чаналай не видим. И, кстати, печально. А, у меня там сидит этот... Я его увижу через... На следующий ход. Ага. Я его вижу на следующий ход. И что я вижу? Так, в Си Чаналайе один бомбардировщик. И он в нем строит... Бомбардировщик. Броненосец. Шесть ходов. Это долго. А в Сукатае... Он что-то построил только что в Сукатае. К сожалению, не знаю еще. Что так? Пластик открыт? Ну, что, электронику? Или субмарины? Ну, субмаринами нельзя города брать. Сейчас. Реши сам. Субмарины давай. Конечно, субмарины. Что там... Либо хотя, электроника... Что там, фэти? Линкоры? Ага. Да погнали с линкорами. Так. Извини за... Ух-ух-ух. Пятнадцать самолетов. Ну-ну, посмотрим. На что они способны? А у тебя твой броненосец добегает прямо до Мумбаи или нет? Сколько ходов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, но у него, видишь, два перехватчика в Мумбаи. Да уже они ликвидированы. Да, уже они ликвидированы. Опа, линкор. Да. Эх... Это грустно. Убьешь? Да. Могу. Ладно. Не надо, не используй броненосец. Ну, добей. Да нечем. Жаль. Ладно, используй броненосец. Не-не-не. Да я тебе говорю да. Да ты следующим ходом убьешь его. Зачем? Да убью я его сейчас. И уплыву. И захочу попробую город. Хм-м-м-м. Хм-м-м. Короче, я спускаю пацанов на воду. Да давай. Только снизу спускай, может, нет? Всех спускаю. Кто есть? Лучше, конечно, кавалерию. Нет у тебя? Кавалерию. Такая разница. Они и плывут одинаково по клеткам. Слышишь, дай мне тогда пару. А, что-что? Дай мне пару, чтобы я тоже действовал. Ну, как бы, если ты один будешь, да, то, ну, когда вдвоем, как бы, спускают, все-таки веселей. На, окей, кавалерию. И вот отряд пехоты, его спускай. Тоже. Сейчас с шифтом. Окей. Ты мне там какое-то предложение сделал? Ага, да, окей. Ну, слушай, а что с мумайами делаете? Сжигать. Броненосец, вон. Ну, и что? Чего просто говорю? Если захватишь, сжигай. Вообще лучше, чтобы они его обратно захватили. То есть при каждом захвате все время будет уменьшаться количество населения. То есть, если они его обратно вдруг захватят, это даже ничего так. Бля, ну, если мы его захватим... Они пытаются... Кавалерия не... А, это ты мне тут помешался. Убили. Да, 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 я вижу. Как он видит? Блин, поубивали всех. Чего-то я не въезжаю, как они... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Да, извини. Сейчас я захвачу вот этот мумбай, блядь. Прямо в этом ходу. Будешь гением. Я и так гений. Ну, давай, давай. Ну, ну, котик, давай. Ге-е-е-е-е-е. У-у-у-у-у-у-у. И что, и никого в защите нету? Я школу разрушил уже. Все. Блин. Жги мумбай. У тебя, наверное, там дикий минус, да? Минус девятнадцать. Нормально. Это не минус. Кстати, это хорошо, что не минус двадцать. У тебя есть вообще все ресурсы, которые ты можешь... Вообще нету, мне нечего тебе дать. Сейчас я бы еще, может, что-нибудь не присоединяю. Так, следующий у нас раз, два, три, четыре, пять. Я не достаю Досиса Чханалая. А, нет, достаю. Я достаю. Надо полечиться, надо полечиться. А откуда ты не достаешь до него? Ты не поверишь. Гордиями достают Досиса Чханалая. Последняя клетка. Это просто взрыв мозга. Ну, у меня же прокачка плюс два. Я же специально, ну, я же гений. Блин, ну, слушай. Я же специально покупал все бомбардировщики, только в столице. Все три планы строил в других городах. Слушай, ну, нам бы Мумбаи им отдать, конечно. Отдать? Да. Да он станет размером шесть. Во-первых, а во-вторых, у тебя... Так, мне надо все с еды забирать, чтобы он вздыхал быстрее. Продавай здание. Да, в каждый ход продаю. Фу. Ну, это круто. Это прям... Вообще. Я не верю своему счастью. Как мы вообще выигрываем? Как выигрываем? Это мягко сказать. Но сейчас примерно мы сравняли. По очкам, да. Мы сравнялись. Наконец-то. Потому что... Блин, дай мне... Так. Ах, не успел. Так, Мумбаи продаем мельницу. Мельницу. Блин. Мне нужны какие-нибудь... Ресурсы счастья. Слышишь, я сейчас присоединю... Меха. Ага. Отработай их, пожалуйста. Вот ниже Гордиума, рядом с Каринфом. Меха. Гордиума. Да, у тебя вот там рабочие. Ага. Правда, по-моему, у нас Меха и так есть. Все. Так, чего у нас нету? Цитрусовых нету. Ну, цитрусовые, блин, вон на территории Си-Сачаналая. Ага. А, вон, у тебя Экбатана. Так, сейчас я к тебе отправлю. Так, цитрусовые, окей. Ну, что, они там не подтягивают войска? Слушай, так что, может Си-Сачаналай сейчас захватить? Я прямо в этот вход захвачу его. Ну, захватывай, если можешь. Нет, я же не захватываю. Хотя, ты знаешь, но у меня просто минус 33 недовольство. Я из-за этого не могу ни хера делать толком. Как минус 33? Ну, из-за этого минус 15 у меня всего, и из-за этого минус живет. А, ну, так попробуй побомбить. Сколько он будет отниматься? Он, ну, короче, я не убью. Ну, тогда не надо. Хотя, может, и убью. Подожди, вот хотя бы. Полечи, полечи аэропланы. Ну, у нас сейчас очень сильное преимущество. У них авиации нет вообще. Да. То есть она... И захват традиционного Мумбаи, то есть... Это да, конечно. Тут я спорить не буду. Мы этого... Причем там же у него в Мумбаи какие-то были построены национальные чудеса, я помню. Да, там все было. Там даже чудо какое-то было, которое сохранилось. Это капелла. Капелла. Какая-то х**а, короче. Текстинская. Класс-класс-класс. Блин, я, конечно... Фу, когда... Я не знаю, как это видео монтировать, его, конечно, полностью надо показывать. Ну, это вот... Это вот... Круть. Ну, один бомбардировщик там, все. Ну, да. В Си Сачаналае, я вижу. В Сукатайе ничего, в Дели ничего. То есть мы можем не спешить. Ну, мне так кажется. Ну, бомбу разве что не скинут. Ну... Да, броненосец строит. Два хода ему до конца постройки броненосца. Может, все-таки следующим ходом попробуешь? У него один ход останется до броненосца. Ну, я этим попробую, чем не следующим. Этим уже попробуешь? Да. Сейчас уже полечу. Так, цитрусовые мне передай от Экбатаны. Какие цитрусовые? Я понимаю, двое. О, слушай. Я сам почему? Все, все. Дай мне вот что у тебя прошу. Короче, так. Ладно, ну что, погнали. Ну, давай. Я слежу внимательно. Очень за тебя переживаю. Короче, у меня может бомбардировщик, конечно, сдохнуть. Не, не сдох. Нормально отнимает. Все, все, все. Все, это... Слушай, ну как? У меня минус 50 отнимает за удар. Ты видишь, как он меня отнимает? Так, может, не надо пока? Да ладно. Ну, так что, они прокачаются. Ну, ладно. Я ж... Я представляю, как они сейчас наблюдают за этим. О, он убрал... Он убрал кавалериста. Он не верит, что этот город выживет. Вот это ты зря сделал. У меня еще один броненосец. Я не зря сделал. А? Ну, давай, пожалуйста. Все. Больше... Все? Больше не могу. Ну, убери броненосец тогда, хотя бы. Нет? Так, ну-ка, стоп. Так, почему его убрать? Я ударю. На. Блин, и останется сукота и только. Так. Я тебе могу отдать Спарту? И ты из Спарты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, сейчас, наверное, на перехват поставить самолеты. Ты в Мумбаи передвигаешь? Слушай, с такими темпами через 50 лет и Москву можно взять, на самом деле. Ладно, поговорим, это после игры. Но ты не забиваешь там на самолеты, строишь их? Я не забиваю. Забил, я смотрю. В столице-то. Тихо, тихо, тихо. Лаборатория нужна. Какие самолеты? Все, молчу, молчу. Убрал самолет, оттуда он. Все, давай. Один ход остался. Ну как так? Не знаю. Повезло. Ты же ж он Мумбаи обстреливает. Пускай обстреливает. Так у тебя там самолеты. Ну все, они на перехвате стоят, все хорошо. Все. В общем, победа в кармане. Ты так уверен? Да. Так они тоже были уверены, когда Афины брали. Так что, пожалуйста, не расслабляйся. Ладно. Не буду. Ну, я тебе могу сказать, что если мы эту игру выиграем, то выиграл ее ты. Ну, почти. Потому что я тут вообще сейчас сижу без ничего. И в принципе, основные все действия ведешь ты. Так, давай их хвалить после игры. Их хвалить. Так, мне надо пока бомбардировщика перекинуть одного, двух для бомбежки юнитов. Где там живые у меня? Блин, у меня все были мертвые бомберы. Слушай, обработай с Каримфом. А, ты уже обработал. Ну, и Сильса Ченалай тоже сжигай. Сколько у тебя счастья? У меня минус 13. Нормально. Никола похищает часть моих земель. В Грепости конница не получает бонус. Серьезно? Ну, я этого не знал. Это странно. Ну, я про шпионаж не знал, ладно. Видишь, ты мне тоже рассказал. Так что... Главное, я тебе прошу, что в Мумбай самолетики не отдай. Чтобы они захватили Мумбай, это нам в плюс. Да, послушай, Мумбай будет гореть еще 8 ходов. Это еще куча времени. Так они сейчас захватят его. Да не захватят его. Не захватит он его. Ну, не захватит. Ну, подлять. Таихо. Слушай, у меня мышка не работает. Слушай, у меня, короче, глюк с броненосцем. Я не могу. Так он убил уже и твой броненосец. Если ты про Си Сачиналай. Он убит, да? Потому что он меня отображает, как будто бы он... Нет, броненосец. А, это чужой броненосец. Да. Вот блин. Ладно. Мне нужен отряд конницы. В Мумбай. У меня вообще нету ничего. Постройки каких-то лошадей, я не знаю. Вон лошади. Кто там быстро бегает? Пофиг. Вон одинаково. А, слышишь? Ну, в эпохе атома. Ну, ты понял. Слушай, стой. Слушай, отдай мне Тарсус. У тебя сразу население станет нормально. Нафига тебе Тарсус? Какой Тарсус? Твой город Тарсус. Отдай мне. У тебя в плюс. У тебя не будет минуса по войне. Давай. У меня хоть территория Афинка мне вернется, кстати. Только давай быстрее, потому что сейчас может быть минус в нефти у меня. Нефть дай. Нефти нет. Сейчас, сейчас. Они в атомную эру вошли. Да я знаю. Блин. Территория Афинка не вернулась, нифига. Я вообще в Мобайе, ну, буду спаливать до единички, я даже думаю. А потом оставишь? Ну да. Ну, в принципе, правильно, да. Короче, я тебе лодку подарил, ты ее там сам с ней разберешься, когда придет время. Так, ну ты там си... Да все, все, в этом ходу же точно беру. У них есть сирен. Да беру, беру. Ну, пожалуйста, увел. Давай. Все, надо ждать. Чего? Потому что надо ждать. Доверься мне, пожалуйста. Долго объяснять. Ну так расскажи. Потому что он может встать в один и тот же ход туда, куда я передвину своего парня. Понимаешь? Почему ты не можешь сейчас захватить броненосцем, не пойму. Так я так и сделаю, только чуть-чуть позже. Ну, он захватит обратно, понимаешь? Ну, то есть тут много моментов. Так это нам выгодно. Ну, потерпи, я сделаю это в этом году. Просто в последние секунды. Просто боюсь, что он тоже сейчас в последние секунды туда поставит. Ох, какой ты настойчивый. Я просто считаю, что если он будет захватывать обратно Сиса Чханалай, то нам выгодно. Все. Так. Ты не против, если я тебя отдам, город? А хотя нет. У меня минус один всего лишь. Счастье, так что... Минус... Не, Сиса Чханалай, я думаю, тебе отдать и взять Дели. Ну, окей. Да? Давай. Я его сжигать буду. Да, сжигай. Ух ты, у меня минус 13 сразу стало. Он куда-то поселенец идет у Сиама, интересно, куда? А, он, наверное, на место Сиса Чханалая захочет поставить. Так, во всех городах сейчас... А, сука, Тай, ты не хочешь захватить? Во всех городах похер. Во всех городах строй конницу. Все, пока хватит самолетов. Давай тоже атомную теорию откроем. Естественно. Естественно. Тупи. Нифига себе. Что? Да, тяжело Дели брать. Защита сумасшедшая. Тай,. Ты не можешь. Наушники. Ты не хочешь. Ты не хочешь. Я пойду. Ты не хочешь. Нифига себе. Ты не хочешь. Что у них по деньгам? 888, а у этого 15, понятно. Привет. Блин, у Николы плюс 114 вход, а у тебя... Плюс 68, пофиг на все вообще. Так, что там в Дели творится? В Дели, если получится... Три планы, Дели три планы клепает. Не помогут. Ооо... Да. 18 самолетов, я думаю Смогут О, он сисаченалай самолетами обстреливает из Сукатая Ну, правда, одним О, поплыл Поплыл сисаченалай А, он поплыл Все, ты убил кого-то у тебя, да? Тихо-тихо-тихо-тихо, подожди Мне пофиг, что там происходит А что у меня? Настроение, да Меха, отдай, блядь, у меня же войска Быстрее, пожалуйста Да-да-да Меха 맺а, отдай, блядь, 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 блядь и блядь и блядь Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Что случилось? Что случилось? Что случилось? Добавил DimaTorzok 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 Он в Сукатай строит броненосец, так что это не проблема. Так, в Дели лансер следующим ходом будет готов. Делаем. Так, так, так. Делаем. 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 Перенещай какого-нибудь шпиона в Мумбаи. Делаем. 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 Все самолеты, да? Блин, 18 самолетов И город, видишь, уже Дели Я бы захватил, я уже побежал его атаковать И он на полмиллисекунды успел высунуть ланцера То есть я хотел в этот ход взять Афины Ну ладно, ладно, давай Собираемся, переключай все на трипланы опять Субтитры сделал DimaTorzok И что, СИС от Хриналай забрал? Ну да, но там один Население один Что он может сделать Города уничтожены практически, понимаешь? Жалко, Дели не взят Да Я думаю, что Мумбаи отбить не проблема будет Строй В усиленном темпе везде самолеты Покупай, строй Так, что у тебя там с золотом? Надо золота, нету Так понимаю, кавалерию я зря везде строю К сожалению, как видишь, да Блин, просто надо было высаживать ее туда И блокировать мне доступ Ему доступ к... Так я ничего еще не построил Я ничего нету Просто в городах строится кавалерия Но ты все еще по солдатам на первом месте Да это все понятно Только А что это даст? Я бы на твоем месте Мумбаи сжег А Дели как мы брать будем? Этот моногород может все вытянуть Ну хотя, с другой стороны, я уже его не вряд ли захочу Блин, что за х** Ну раз синхронизация Блин, сейчас все твои юниты умрут по Бумбаи Все, давай успокойся Мне кажется, мы переломили обстановку Армии у них все равно нет Жалко, конечно, потерянных самолетиков Но мы их восстановим быстрее, чем они Вообще, я после атомной теории рекомендую в апгрейд ломануться Ну, в смысле, более крутые бомбардировщики Что ты говоришь, Леш? После атомной теории исследовать более крутые бомбардировщики Да, однозначно Ну и бомбы На сегодня это все Окончание в следующей серии Канал Леша Играет Подписывайтесь и играйте в умные игры